Друзья, приехал на Убилейный, хотел бургеры купить дома, протестировать. В Техасе здесь уже нету, но такой трейлер был черного цвета, что-то нету его. Здесь другие бургерные есть, бро-бургер есть, можем там купить бургеры и протестировать. Посмотрим, сколько там стоит. Бургеры Дня даже есть. Ну, не знаю, какие-нибудь бургеры возьмем, протестируем дома. Сегодня на улице жара, вообще даже выходить неохота, реально градусов, наверное, 30. 30 где-то, вот даже в майке нахожусь сейчас, и все равно жарко. Сейчас бургеры купим, а здесь что, стритфуд есть. Сейчас, бро-бургер, зайдем, купим там бургеры. И посмотрим. Бургеры здесь, друзья, стоят 275 рублей. 330 грамм хороший бургер продается. Есть за 300 рублей бургер, но там почему-то грамм меньше. Есть бекон-бургер, есть... Ну, с разными другими вкусами. Я взял один бургер за 275 рублей и три бургера за 270 рублей. Ну, я еще что, домой заказал бургеры, чтобы мои тоже попробовали. Не я же один единоличный. Я буду тестировать бургер за 275 рублей. И посмотрим. Ну, бургеры большие, 330 грамм. Это, я думаю, нормально для бургера. Есть бургеры 240 грамм, 140 грамм. То есть, за 275 рублей 330 грамм бургер. Это, я считаю, нормально, потому что... Ну, сейчас за 240 рублей вы бургер покупаете там 140 грамм. Ну, а тут побольше. Вот так вот здесь заведение выглядит. Ну, в заведении здесь кондиционер, все есть. Вы можете здесь прийти просто отдохнуть. Я хочу просто сегодня бургеры дома протестировать. Я думаю, дома лучше тестировать. Ну, пришел дома и протестировал. Сейчас еще какой-нибудь, может быть, сок купим, попить на это квас. Может быть, на улице вообще жара 30 градусов. Вообще сегодня будет лютая жара. Вот, друзья, я бургеры взял с собой и стал там перекусывать. Короче, все вам дает хорошо. Бургеры заворачивают, все, отлично, пакет вам дают. То, что бургеры у вас, они не упадут никак. Их хорошо заворачивают, все делают. А самый дешевый бургер там стоит 200 рублей. В бро-бургеры. Не знаю, сейчас приедем домой протестируем. Сок, наверное, пока брать не буду. Потому что сок, сами знаете, 100 рублей стоит. Лучше где-нибудь в магазине взять сок подешевле. Сейчас сок такой в маленькой баночке 100 рублей стоит. А бунаковая вода 60 рублей стоит. Цены сами понимаете. Вот, друзья, бургеры. Все вышло у меня на 1080 рублей. Вот так вот вам бургеры запечатывают. Они очень большие, кстати, чем плюс бургер за 200 рублей вы покупаете. Нереально большие. Здесь салфетки вам дают. Ну, если вы с собой берете. Сейчас мы выберем самый большой бургер. Вот так вот бургеры выглядят. Там котлета идет большая. Бекон еще идет. Это с беконом. Дает вам такую эту, чтобы вы могли так бургер брать. Это с огурцами идет бургер. Вот этот, наверное, протестирую бургер. Здесь котлета большая идет. Такой бургер мне нравится. Смотрите. Он прямо огромный. Сейчас мы его сразу попробуем. Вкусный бургер. Ничего не разваливается. Чай забыл купить. Вот че я забыл купить чай. Блин. Опять придется идти в Абсолют. Сейчас, друзья, пойду скоро в Абсолют опять чай покупать. Бургер мы попробуем. Бургер вообще огромный. Там продают за 250 рублей, за 275 рублей. Вот этот самый большой, походу. Нормальный бургер. Ехал в город, а про чай опять забыл. Сейчас утворю, схожу. Ну я без чая не могу. Я когда чай не пью, у меня почему-то голова болит. Вот реально. У меня уже эта привычка пошла. Я чай пью. Но мне хотя бы две кушки в день. Надо чай выпивать. Потому что без чая вообще жить, если честно, невозможно. Без чая ни ту, ни сю. Булочка, кстати, большая. Бекон здесь идёт. Огурцы. Помидоры. Листья салата. Майонез и всё это. Булочка большая. Вот, друзья. Сходил себе чай купил. Индийский. Индус называется. Индусский чай купил себе. Потому что это он самый дешёвый. 50 рублей всего лишь стоит. 25 пакетиков. Я две пачки купил. У меня на 101 рубль всё вышло. На улице жара вообще жёсткая. 38 градусов где-то. Ну вообще в тени 34 градуса. Ну и так. Для меня, конечно, я люблю жаркую погоду. Вот сейчас будем дальше бургер пробовать. Ну, нормальные бургеры большие. То, что плюс, он большие они. Булочка, конечно, обычная. Чё сверхъестественная. Котлета хорошая. Ну, котлета тоже. В принципе, можно бургер самим делать. Купить котлеты. Специально для бургера в магазине продаются. И булочку. И кетчуп там. Бекон купить и всё. Прямо чай два дня, если не пьёте, ну, день хотя бы чай не пьёте, потом чай начинаете пить, как-то вкус ощущается по-новому, реально. Когда вы чай постоянно пьёте, вам уже чай невкусный становится, он как бы горький для вас и невкусный. А когда долго не пьёте, то, конечно, вот почему надо иногда от чего-то отказываться. Даже можно от сладкого отказаться на неделю. Через неделю, например, сладко поесть, вкус будет по-новому. Даже та же обычная конфетка будет для вас вкусная. Диски чаковочи нормальные. Бургеры тоже нормальные. Что-то мне пока бургеры не охота есть. Но бургеры нормальные, мне понравилось. Я половину бургера съел и всё. Плюс вот этого большого бургера в чём? То, что вы можете его наполовину разрезать, наполовину сейчас есть, половину потом. И будет вообще шикарно. На два раза как бы растянуть. Можете даже на три раза растянуть. И будет ещё лучше. Вот, друзья, такие бургеры были. Сегодня я этот бургер пока не хочу. Ещё реально что-то уже не могу. Потом съем. Здесь котлеты огромные идут. Ну, короче, бургер вот. Раньше, конечно, такие бургеры большие стоили. 240 рублей. А сейчас 275 рублей. То есть на 300 рублей подорожали. То есть цены сейчас реально растут. То есть вот я бургеры поел. Не хочу больше. Чай сейчас попьём. Чай уже вчера целый день. Но чай хороший, индийский. Вот такой самый дешёвый чай тоже можно пить. Вы его, например, густой сделали и сахаром попили. Я раньше в детстве помню, чай сахаром любил пить. Вообще, прям в банку сделаешь себе чай, да, вот. В литровую сахаром чай густой. И пьёшь, ходишь. И вообще, браво. Особенно, когда чай, например, густой сахаром сделаешь. Он когда остынет, особенно в жару, когда он станет холодным. Ты пьёшь и вообще, браво. Вот вот этот чай. Браво. Можете просто чай сделать сахаром. А потом остынет, холодный станет. И вообще, браво. Вот в жару особенно пить холодный чай. Вообще, вот. Так что, вот такой ролик у меня сегодня. Так что, пишите. Ели вы бургер, в бру-бургере. Понравился мне или нет. Вот, друзья, пошли за травой. Нам надо козом травы опять рвать. Всё, сейчас корм заказали. Корм скоро приедет. И всё. Корм заказываем на Птовке. Нам его сам привозят. Таксист нам сам привозят. Мы платим деньги 250 рублей. Всё. И корм. А за корм мы просто переводом-переводим. И всё, в принципе. Ничего сложного нет. Вот, друзья, решил проверить iPhone. Как он будет для влога. Ну, например, для видео захотите поснимать на iPhone X. Как вообще качество будет. Вообще, качество, в принципе, на iPhone X хорош. Если добавить сюда какой-нибудь... Ну, такой насыщенный лут. Насыщенный лут добавить и будет нормально. Ну, и когда вы снимаете на любую камеру, телефон и видео, надо вам всё время камеру протирать. Тогда у вас качество будет намного лучше. Ну, уж камера, наверное, может заляпаться объектив камеры. И сами понимаете, кажется, будет не очень. Так что... Такие дела у нас сегодня погода. Будет 35 градусов. Будем спасаться от жары. Да я сегодня выспался. У меня хорошее настроение. Всё, ништяк. Нормально. Так что сейчас травы нарвём. То, что... А, корм заказали. То, что мы вчера кормом, коз не кормили. Позавчера кормом, коз два дня не кормили. Потому что... Ну, какой-то праздник был. Из-за этого как бы... Не работали. Вот мне надо вот такую траву сорвать. Сейчас мы там... Видите, какая камера хорошая, насыщенная. Вот такую, короче, траву сейчас соберу здесь. И всё. У нас здесь что, облепиха растёт, смотрите. И потом её собираем. И морс из неё сделаем. Хороший тоже витамин. Облепиха, вообще, я думаю, самая лучшая ягода по витаминам. Вот, друзья, у нас здесь трава загорела. И новая наросла, смотрите. И всё хорошо. Ну и то, что доходим, бульём. Вот мы травы нарвали уже чуть-чуть козы. Сейчас будем ждать, пока корм нам привезут. Ну, мы корм чуть-чуть. Три мешка где-то на месяц берём корма. И два мешка этого какого комбикорма. Ну, курян так завариваем комбикорм и всё. Потому что, я думаю, камера айфон 10 снимает вообще нормально. Вот, друзья, кроликов накормили. Там не снимал, потому что там тёмно что-то. Отсещение плохое. Сейчас козу будем доить. Я покажу, сколько молока дует. Покажу. Вот, друзья, козу подоили. Сейчас посмотрим. У нас есть мерный стаканчик. Сейчас посмотрим, сколько молока надолили. За один раз. Два раза в день доим. Здесь 500 и 800. Вот эта баночка 800, а эта 500. Вот, вот, считайте сами. Вот такое молоко, она даёт нам литр с чем-то. Утром. И вечер 800 где-то. Ну, немного, но нормально. Вот, друзья, пью козье молоко с мёдом намешал. Но, на самом деле, козье молоко, оно тоже почти как в магазинском молоко. Если вы козье молоко на перенадуете, козье молоко, оно просто очень жирно идёт. Если его сравнивать с коровьим, то козье молоко, оно ещё жирнее. Там, когда вы, например, козу подоите, то аж пена на молоке присутствует. То есть, если козье молоко поставить в холодильник часа на два, и он станет холодным, то разница между, там, какой-то вкус, да, как вот магазинские, как вот такое же молоко, как магазинское. Ну, говорят, что оно полезнее, чем коровье молоко, тем, что там нету такого белка выраженного. Потому что, например, у вас, если есть аллергия на коровье молоко, то если вы будете козье молоко пить, то вам ничего не будет. То есть, козье молоко, оно без аллергенов идёт. Ну, там какой-то белок есть ярко выраженный, который есть в коровьем молоке, что когда вы его пьёте, это, наоборот, у некоторых людей, и это, у него не переваривают этот белок. И у них аллергия на это молоко. Но они его, просто у них не то, что аллергия, ну, в туалет часто ходят по-большому. Вот так бывает, то, что у них желудок не справляет, есть такое. И то, что взрослым людям сказали, что молоко коровье, почему-то взрослым людям, не знаю, интернет такой читал, не знаю, правда это или нет, говорят, что сильно много молока пить нельзя. Вот из-за этого белка ярко выражено. А про козье молоко, наоборот, говорят, что это живая вода. То, что, например, у вас голова болит, зуб даже болит, вы рот можете прополоскать козье молоко. Ну, только-только козу, например, подоили, у вас зуб не заболел, прополоскали, ну, или горло болит, например. Ну, и особенно, если, конечно, кипятить козье молоко не стоит, потому что можно чуть-чуть подкипятить, чтобы оно чуть-чуть тепленьким было. И пить, например, с этим, как, с медом. Вообще хорошо помогает, например, от какой-то температуры, там, или что, или у вас просто плохое самочувствие. То есть козье молоко на самом деле хорошее. Вот, друзья, вот такие сливы продаются в спутнике. Это уценённые 89 рублей стоят. Здесь ни одно не червивого нету, ни грязи, ничего. Я не знаю, почему они уценённые вообще идеально. У нас бы даже, если в Абсолюте продавали бы сливы уценённые, то там бы всё равно было бы где-нибудь червивое. Одно хотя бы. Ну, или они какие-нибудь помятые были. А здесь, смотрите, какие они вообще идеальные. Вот такие сливы, если хотите, спутники лучше. Спутники, оказывается, товар ещё лучше. Вот такой вот, смотрите. Вообще. Мы их сейчас помоем, да будем кушать. Вот, друзья, сейчас будем пробовать эти сливы. Я уже одну попробовал. Вообще, ну, они, не сказать, что они прям такие сочные, но они нормальные. Здесь нигде ничего не червиво, всё нормально. Потому что из-за этого, из-за того, что они не сильно сочные, наверное, из-за этого их и продают уценённо. Но они чуть-чуть недоспелые, вот из-за этого, наверное, их продают. Нам сегодня гранулу привезли к козам. Вечером дадим им. У нас бы в абсолюте такие продавали бы, знаете. Вообще дорого бы продавали. Это они бы там не считались уценённые. Просто вот моё мнение. Не надо в одном магазине набирать товар. Где-то в абсолюте есть хороший товар. Продаётся. В абсолюте есть тоже хороший товар. Даже тот же абсолютно для всех есть товар. Надо по всем магазинам, видите, чтобы вам товар хороший купить. То есть подешевле и со вкусом, как говорится. Где-то в спутнике, да, посмотреть товар. Там будут дешёвые и хорошие. А где-то в Титане будет товар тоже дешёвый и хороший. И вот надо, видите, по всем магазинам. То есть продукты, если набирать, тоже очень трудно. Надо по всем магазинам ехать, смотреть товар. В Титане какой-то товар тоже бюджетный есть, дешёвый, уценённый. Но он хороший может быть. В абсолюте также есть какой-то товар. Короче, есть какой-то товар лучше в абсолюте лучше купить. А есть, в котором товар лучше спутники купить. Или где-то там в Титане, например. То есть нужно знать просто, где какой товар лучше. То есть вам надо сначала в абсолюте какие-то продукты купить. Потом спутники может посмотреть, что-нибудь. Ну, короче, на одном магазине, вот на одном, да, там, светофор или абсолютно. На одном магазине не надо зацикливаться. Нужно как бы по всем магазинам ездить и смотреть. Может, реально вы какой-то магазин найдете для себя, что там будет товар реально дешевый и качественный, понимаете, вот в чем дело.